Состояние дел на рынке труда, подготовку и востребованность кадров, кадровое обеспечение системы здравоохранения, поддержку малого и среднего предпринимательства как меру по содействию занятости населения. Эти вопросы обсудили в рамках круглого стола «Трудовая занятость в НАУ. Состояние проблемы и пути их решения», инициированного Собранием депутатов Нинецкого округа по предложению главы региона. В настоящий момент в службе занятости населения Нинецкого округа зарегистрировано 529 безработных граждан. Уровень безработицы составляет 2,3%. Коэффициент напряженности на рынке труда равен 1,2%. В течение 9 месяцев 2016 года среди граждан, обратившихся в Центр занятости населения, наиболее востребованными являлись следующие профессии. Подсобный рабочий, кочегар производственных ключей, водитель автомобиля, машинист, кочегар котельный, специалисты, рабочий по будустройству на стенах пунктов, уборщик производственных и служебных помещений, плотник, лакер, дворник, сторож, фактор, повар, штукатор. При этом работодатели выставляли вакансии медицинской сестры, врача, уборщика, производственных помещений, дорожных рабочих, консультантов и других. На сегодняшний день в Центре занятости существует 555 вакансий. Чтобы содействовать занятости населения, на бирже труда работает ряд программ. Одна из услуг – профессиональное обучение и дополнительное образование безработных граждан. С начала года на профессиональное обучение Центром занятости населения направлено 59 человек. Из них 52 безработных гражданина и 7 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, достижение 4 лет. Обучение граждане прошли по следующим специальностям. Оператор по добыче нефти и газа, слесарь, сантехник, делопроизводитель, продавец продовольственных товаров, экономика и бухгалтерский учет, повар. Также ежегодно безработные граждане могут поправить свое материальное положение, участвуя в общественных работах. Еще одна из услуг Центра – единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела. Такой стартовый капитал в этом году получили 6 человек. Центр занятости поддержал бизнес-проекты по оказанию ремонтно-строительных работ организации «Чума-мастерской», открытие торговой точки по реализации кондитерских изделий и комиссионного магазина. Также на круглом столе обсудили и кадровое обеспечение системы здравоохранения. В настоящее время система здравоохранения региона представлена 10 государственными бюджетными учреждениями. Пять из них расположены в сельской местности и 24 ФАПами. В этих учреждениях работает 194 врача и 547 человек среднего медицинского персонала. За 8 месяцев 2016 года на работе медицинского учреждения округа принято 35 медицинских работников. Из них 14 врачей. В том числе это устроили 5 молодых специалистов, окончивших учебное заведение в этом году. Это врач-медокринолог, врач-стоматолог, 2 медицинские сестры и 1 фельдшер. В этом году 1 фельдшер у нас устроился за учреждение в детский дом. Пять дачи, обучающихся по целевому приему в СССР, продолжат обучение в целевой админиатуре 4 специалиста и в целевой админиатуре 1 специалиста. Благодаря этому на будущий год мы получим 10 участников, в том числе и по таким нужным у нас специальностям, как в целевой админиатуре, диагностика, общество, негология и рентгенология. Руководитель департамента в своем докладе также отметила, что с целью привлечения медицинских работников из других регионов в округе приняты ряд программ по соцподдержке. Это единовременное пособие в размере двух должностных окладов. Оплата стоимости проезда работника от членов его семьи. Молодые специалисты, впервые приступившие к исполнению трудовых обязанностей, могут рассчитывать на значительную прибавку к зарплате. Не менее 30% окладов в течение трех лет со дня заключения договора. По итогам обсуждения вопросов участники круглого стола рекомендовали органам госвласти продолжить консолидированную работу по снижению уровня безработицы и создать новые эффективные механизмы содействия занятости населения.